Краткое содержание предыдущих серий Молодой сотрудник КГБ Калугин становится оружием в руках всесильного председателя КГБ СССР Юрия Андропова. Тот мечтает привести к власти в Советском Союзе либерального политика Михаила Горбачева и заручиться поддержкой директора ЦРУ США в том, чтобы в обмен на Горбачева руководители спецслужб США перевели к власти не менее либерального политика Дональда Трампа. Случайно Олег Калугин узнает, что у Трампа в Севропольском крае живет внучатый племянник, 9-летний детдомовец Андрюша Разин. Малолетний беспризорник мертвой хваткой вцепился в семью будущего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Вместе с их малолетней дочерью Ириной, майором КГБ Калугином, все трое оказываются в мире мертвых после смертельных укусов речных гадю. Там они узнают о пророчестве, которое изменит их жизнь навсегда, как и жизнь огромных ядерных держав. В предлагаемой главе начинается интрига, приближающая грандиозную развязку романа. Уже в наши дни из разговора с Ириной Горбачевой, ставшей женой Разина, он узнает, что его зовут в США. Зачем? Вы узнаете из следующей главы. Напомним, что все имена и события вымышлены и не имеют ничего общего с реальностью. Российская Федерация. Москва. Улица Неглинная. Квартира музыкального продюсера Андрея Разина. 2020 год. Такешу. Это мой личный подарок миллиардеру Трампу. Вновь не удержался и сихиничил Андрей. Он отвалился на спинку стула, засунул очередную конфету в рот, передние ножки стула оторвались от пола, он принялся медленно качаться. Через мгновение раздался треск, он чудом успел занять правильное положение, иначе рухнул бы на пол. Господь с тобой, Андрей Александрович, 50 тысяч долларов за концерт. Частный самолет и номера люкс в каждом городе. Плюс ты вернешься к мужу, добавил он, скрестив пальцы рук на огромном животе. Вернусь, если ты избавишься от половины веса и станешь похож на прежнего Андрея. Без раздумий отреагировала жена. С половиной веса точно буду похож на сироту. В раздумий согласился он, считая общую сумму гонорара. Выходило 3 миллиона долларов. По курсу в рублях 240 миллионов рублей. Выпискровленный коронавирусом в Москве на эти деньги можно было купить целый этаж в доме дореволюционной постройки на Петровке или Мясницкой. Разин давно вкладывал гонорары в покупку квартир. С ними не страшно встречать пенсию. А он с детства боялся старости. Фактически готовился к ней всю жизнь. Даже приобрел три участка земли на Троекуровском кладбище. Эти был похож на американцев. Те откладывали деньги на собственные похороны всю жизнь. Репертуар. Уже совсем по-деловому спросил он. Ты же знаешь, я пою 15 песен, плюс рассказываю про своего тестя Михаила Сергеевича. Сравниваю концертную площадку, на которой выступаю с Лужниками. Откуда выгнал Пугачёву с Кузьминым. Даю зрителям номер телефона и читаю СМСки с вопросами. Два часа без перерыва. Перечислил он стандартный набор для выступления в приличном месте. Тебе виднее, ответила Ирина. Мелания всё равно. Их пиарщики просчитали, что важно само твоё появление. Ты их связь с Родиной, которую все русские продолжают любить. Может, какую-нибудь частушку безобидную пропоёшь про Трампа. Типа, поддержишь критику демократов в его адрес. Народ посвистит, покричит. Это всех подклеснёт. И комар носами подточит. Мелания жена Трампа? Ты с ней знакома? С интересом спросил Андрей. Как ты был колхозником, так и остался. Вдруг резко и обидно произнесла Ирина. Даже осёл на её груди посмотрел на Андрея с враждебностью. Казалось, он готов швырнуть в него колючую пальму и уйдет. Я дочь Михаила Сергеевича Горбачёва. Он избавил Америку от страха ядерной войны. Меня все живы, президенты знают. Голливудские звёзды за честь считают пригласить в гости. Я в руководстве многих благотворительных фондов. Потому что, кто был колхозником, так это твой отец. Вернее, комбайнёром в том же колхозе в Привольном, где я дорос до заместителя председателя колхоза. Андрей подался всем огромным телом к экрану компьютера. Уж агулка из лоза пульсировала кровь. Руки потянулись к компьютеру. Ещё мгновение, и он грохнул бы его об пол. Андрей вцепился взглядом в лицо Ирины. Она, не мигая, уставилась на него. Но всякий раз в момент их смертельной, на убой ругани, время вдруг останавливалось. Будто в давно канувшем в прошлое детстве, они вновь ощутили себя испуганными детьми в лодке, что замерла между чёрной водой и чёрным небом. Прыжки во времени всегда спасали их от смертоубийства. В эти моменты тот третий, кто спас их от укусов гадюки и который давно бесследно исчез, вновь незримо появлялся между ними. Второй войне вновь превращались в змей и сплетались хвостами. И буи-буди, хайдау-буди вспыхнули в их сознании древние китайские иероглифы, которые громовым голосом читал главный змей Калугин. И так бывало всегда, всю жизнь. Он словно срывал внутри них неведомый стоп-кран. Пульсация в ушах прекратилась. Ирина встряхнула головой и как будто ничего не произошло. Ответила. Конечно, знакомых. Несколько раз была у них в гостях. Мелания уговорила меня войти в их предвыборный штаб. Папу в Америке любят. Так что я считаю, козырь. Хм, а кто я? Спросил Андрей. Я же сказала, колхозник. И они громко засмеялись. После свадьбы Ирина часто называла его этим прозвищем, но он не обижался, ему даже нравилось. А если коронавирус не исчезнет? Колхозников-то не испугаешь, а вы все такие нежные да сладенькие. Он полез в коробку за следующей конфетой, покрутил ей у веб-камеры и картинно засунул в рот. Не видать тебе меня, как в своих ушей? Жрешь, не переставая. Она сказала это довольно грубо, но русские, что жили долго в Америке, на самом деле начинали говорить грубо, даже матом, не стесняясь малолетних детишек. Если эпидемия не закончится, выборы перенесут. Приедешь позже. В договоре я это зафиксирую. Алла начала терять интерес к разговору, но перспектива так быстро остаться в пустой квартире одному Андрея не устраивала. Так, кто организует гастрон? Решил он говорить о деталях. В 16-м году планировался Виктор Шурман, уважаемый человек. Даже я колхозник, знал, что он привозил в Америку Аллочку и Володю Высоцкого. Помню, кипятком от этого писал. Высоцкий, Алла и Андрюша Райзин. Хорошая компания. Но он, говорят, умер в том же году. Умер, ответила Ирина. Мне предлагают Леонардо Льва. Он в Америке почти 40 лет, давно его знаю. Все русские, что приезжали в Нью-Йорк еще при СССР, оказывались у него в ресторане Одесса на Брайтон-Бич. Джуна, Боря Сичкин, Боря Брунов. Всех не перечислишь? Так он держит ресторан? Поинтересовался Андрей. Это совсем не вязалось с организацией гастроли по всем крупным городам США. Не знаю, что он сегодня держит, но среди русских в Штатах человек очень авторитетный. Много артистов привозил на гастроли. Владел в начале нулевых концертным залом «Миллениум» в Нью-Йорке. Хм, что-то припоминаю. Это он привозил в союз Вилли Токарева. Помнишь, самую папину перестройку? Андрей всегда называл тестья папой, и это сильно раздражало самого папу Михаила Сергеевича. Он так и не привык к загадочному мужу дочери. Он самый. Друзья зовут его Леня Усатый. Договор будешь подписывать с ним. Это не вызовет вопросов. Леонард в бизнесе больше тридцати лет даже с Шуменом конкурировал. Откуда ты все знаешь? В ресторане подрабатываешь? Вновь подделан американскую жену. На шо ты живешь? Денег не просишь, замуж за богатого не выходишь. Иди в жопу, вновь зло и резко проговорила она на пару с грудным ослом. Договор получишь по почте. Изучи и сделай правки. Она протянула руку к мыши, чтобы закончить разговор. Но Андрей успел выпалить. Ты шо торопишься, шо торопишься? Мы за райдер совсем не поговорили. Он вновь включил колхозника, и Ирина осталась на связи. Муж в этом разговоре был пока главным. А райдер оставался непременным атрибутом для крутых артистов во время гастролей. По сути, это список еды, бухла, цвета простыней, запаха мыла в ванной. Разин не стоил этого атрибута, но деваться было некуда. Водка, селедка, свиное сало, соленые огурцы с окрошкой и черный хлеб с луком. Это само собой. Ее глаза вновь налились гневом. Что еще? Так, записывай. Продолжил он издеваться над женой. Селедка непременно тихоокеанская. Толщина спинки 8 сантиметров. В каждом отеле по две штуки. Одна с икрой, вторая с молокой. Ты записываешь? Спросил он, засовывая следующую конфету в рот. Так, сало белорусское. Ни в коем случае не копченое. Малосоленое. Дальше. Хлеб черный, бородинский, московский. Через раз белорусский, нарочанский. Огурцы только малосоленые, суточные закваски. Водка шведская, абсолют, без примесей, оригинальная. Чтоб ты подавился, не выдержала жена, и Андрей понял, что сейчас его пошлют уже окончательно. И семечки тыквенные не забудь. Да пошел ты в жопу, слышишь, в жопу. Она запустила мышью в экран компьютера, в бешенстве поискала ее на полу, не нашла и потянулась рукой, как видно, к розетке. Экран опустел. На десктопе остались сиротливо светиться иконки программ и текстовые файлы. Андрей встал со стула, потянулся и широко зевнул. Все их предыдущие разговоры последних лет заканчивались примерно так же, но последствий типа развода и девичьей фамилии не случалось. Игра она и есть игра. Андрей не стал переодеваться. В чем был? В черных шортах в звездочку и черной же футболке она скрывала огромный живот, рухнула на кровать. На часах было 11 вечера, хотелось спать. Но Ирина не выходила из его головы, даже про деньги не думала. Она в самом деле была безумно красива, и он продолжал любить ее по-прежнему. Проблема была в том, что он и она никогда не считали себя ровнее друг для друга. По понятной причине он так и не сумел победить в себе комплекс детдомовца, ненужного никому, кроме себя самого. Его взгляд вновь уперся в свадебную фотографию на стене. Ромка весело улыбался. Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна натужно смотрели на лежащего в кровати изъятия. Фоном фотографии был банкетный зал Кремлевского дворца съездов. Только там давали приемы по случаю государственных праздников и съездов КПСС. Он включил телевизор, вызвал меню и вошел в YouTube. Поднес пульт с голосовым управлением губам и произнес фильм Республика Шкит. Он сотни раз смотрел его, когда оставался один. Знал каждую реплику наизусть. Обожал Сергея Юрского в роли Викниксора и Сашу Кавалерова в роли Мамочки. На экране плазменного панасоника закрутилось колесо из догоняющих друг друга точек. Когда догонялка светлячков прекратилась, на черном экране появилась надпись. В 1922 году в Советском Союзе было 4 миллиона беспризорных детей. Мгновение из черноты словно на негативе фотопленки проявились лица беспризорников. Они щелкали ногтями по верхним зубам, отбивая такт. Тот, что слева внизу с круглым грязным лицом, как две капли воды, походил на него самого, когда после гибели родителей он оказался в детском доме. Слезы наполнили его глаза, горло подступил комок, мышцы окаменели. «Давайте пацаны!» Прохрепел Андрей и пацан, который был похож на него в детстве, запел песню, от которой его всегда рвало на куски. Гитарные аккорды и стук ногтями по зубам не заглушали писклявого голоса певца. На экране шли титры, а пацан продолжал вышибать слезу. Андрей закрыл глаза. Слезы текли сквозь закрытые веки рекой, нос заложило. Он вновь ощутил себя беззащитным мальчиком, ему захотелось куда-то бежать. Первый раз это чувство возникло еще в детдоме, когда он заболел желтухой и его положили в инфекционный изолятор городской больницы. Одели в голубое байковое девчачье платье, другой одежды не оказалось. Он несколько раз забирался на оконный подоконник, пытаясь открыть форточку, чтобы сбежать. Но сил открыть оконный шпингалет не было, было отчаяние. Он вытер простыней слезы и сопли, выключил телевизор и настольную лампу. Андрей давно привык к ночному одиночеству, оно не пугало его, как раньше. Напротив, тишина и мрак наполняли голову воспоминаниями, которых было на миллион человек, да и возраст был такой, что самые далекие воспоминания оказывались и самыми яркими. «Рома!» произнес он в темноте и неожиданно громко рассмеялся. Словно в ускоренном режиме он представил себе больного пацана ясельного возраста, затем делового партнера, с кем прятал от комитета госбезопасности кубометры денег, вывозя их по ночам из московских съемных квартир огромными икарусами в деревенскую глушь. И кто он сегодня? Разин вновь рассмеялся, но уже от того, что разревелся от вида беспризорников, которых на самом деле придумали для кино. «Эх, что ж ты по скайпу не ответил?» вновь задумался он, но не стал включать компьютер, чтобы повторить попытку. Пробившийся сквозь штору в окне луч от уличного светильника оказался аккурат на свадебной фотографии. т. Шкода оч